Я вот размышлял над тем, какую желательно было бы тему поднять в дни Великого Поста, потому что пост, он накладывает определенный отпечаток на ритм семейной жизни в том числе. И некоторые существуют стереотипы, которые не имеют, я бы сказал, каких-то святоотеческих, канонических оснований. Они скорее связаны с какими-то предрассудками. И об этом, я думаю, что мы сегодня поговорим с вами. Прощение, чтобы время мне смотреть. Вот существует такая проблема внутри, скорее, сознания просто отдельных людей. В России эта проблема связана со скверной. Вот что такое скверна? Существует скверна телесная, физическая, существует духовная скверна. Ни в коем случае нельзя эти понятия отождествлять. Самая элементарная физическая скверна – это грязные руки у человека. Испачканные руки, другими словами. И эта проблема, она связана, в первую очередь, с посещением храма. Вот может ли что-то входить нечистое в храм? Поскольку я уже обратил ваше внимание на то, что разные существуют разновидности скверны, то, конечно же, мы ответим по порядку. Если существует телесная скверна, может ли входить человек в храм? Здесь нужно вспомнить, откуда вообще берет начало, я бы сказал, такая фобия по отношению ко всему скверну. Это связано еще с ритуалами Ветхого Завета. Вот в книге Левит особенно часто говорится о нечистоте, нечистоте телесной в том числе. И женщина, если она находится в нечистоте, имеется в виду естественной нечистоте своей женской, она не может прикасаться ни к чему религиозному. И более того, если даже человек прикоснется какой-либо к ней, то сам будет считаться нечисто. И вот эта проблема, она имеет достаточно такой, я бы сказал, разработанный в Ветхом Завете механизм. Как нужно было очищаться от нечистоты, сколько дней и так далее, и так далее. То есть это ставило достаточно затруднительное положение, особенно женщины, не только женщины, а всех тех, кто имел какое-то отношение к женщине. Потому что и дети, и муж, имейте в виду просто жизнь-то как бы не прекращаете, и нужно готовить женщин, и смотреть за детьми. И, конечно, все это создавало определенную проблему. Не только проблему, связанную с сознанием ветхозаветного еврея, но также и проблему реальную, связанную с семейной жизнью. И вот эта проблема, она Ветхим Заветом не решалась. Она начала решаться только в Новом Завете. Вы помните, когда женщина кровоточивая подошла, а вернее сказать, даже, может быть, подползла ко Спасителю, со спины и прикоснулась. Вспомните, к одежде Спасителя. И вот Спаситель обнаруживает эту женщину, обнаруживает, скорее, ее дерзновение, потому что Он ее хвалит за ее дерзновение. Помните, Он говорит, что «Дерзай, че, вера твоя, Спаситель». А как нам известно, она была дванадесятая лета. То есть, она была двенадцать лет, и она страдала этим недугом кровотечения женского. И согласно ритуальным нормам, она была нечистой, и все, кто прикасался к ней. Но мы видим, что побеждает в данном случае нечистоту вера этой женщины. И Спаситель хвалит эту веру. И эта вера, она является дерзновенной. Вот это дерзновение и дерзость имеют, как бы, скорее, две стороны одной медали. То есть, дерзость, конечно, это плохое качество, потому что человек дерзкий, это наглый человек. А вот дерзновение — это другое качество человека, когда в некоторых случаях нужно пойти против каких-то установленных норм, ради чего-то большего. И вот этот шаг ради чего-то большего, он оправдывается Богом. И вот в чем же было оправдание, дерзновение? Ведь она, по сути, ради себя сделала этот шаг. Она ради себя попросила именно... Вернее, ради себя она прикоснулась к одежде Спасителя. Но, понимаете, здесь не просто вот ради себя, а здесь глубокая вера, глубокое доверие, глубокая убежденность, что любовь не отталкивает, вы понимаете? Она верила, что Спаситель есть любовь. А любовь никогда не оттолкнет, если она на самом деле является любовью. И вот она настолько была проникнута этим убеждением, что Господь поощрил ее доверие и ее уверенность в любви. И вот можно сказать, что этот евангельский сюжет дает огромное количество пищи для размышления. И, несмотря на то, что Евангелие уже было написано, но все же Александрийская, богословская мысль, она достаточно, я бы сказал, ригористично смотрела на Евангелие. Она, то есть Александрийская мысль, я имею в виду, в лице представителей этой мысли Александрийской, в том числе и Ориген, мы знаем, учитель христианской церкви, раннехристианской церкви. И этот ригоризм, который имел... Вот, вернее, тут, знаете, я как бы скажу таких два очень важных момента, не буду особо глубоко распространяться, но отмечу, что было таких два направления в богословской мысли, как Антиохийская школа и Александрийская школа. Вот Александрийская школа, египетская школа богословия. Она была более пропитана иудаизмом, потому что огромная диаспора жила на территории Египта, огромная диаспора, в частности, в Александрии. И мы помните, когда изучали священное писание Нового Завета, в частности, деяния апостольские, затем послания апостолов, то мы для себя отмечали, что даже среди апостолов не было такой симфонии, согласия относительно того, насколько христианину, который пришел с язычества в церковь, нужно исполнять законы иудейские. И апостол Петр с апостолом Павлом полемизировали на эту тему. Это была достаточно сложная проблема. Именно на этой почве был созван первый собор апостольский. И этот вопрос решали. И слава Богу, что этот вопрос решили. Но я бы сказал, вы потом слышали из посланий, что все равно это было непросто принять решение апостольского собора той мыслью еврейской, которая присутствовала в раннехристианской церкви, потому что были христиане с язычников и были христиане с евреев. И вот, когда мы смотрим на представителей Александрийской школы, то они склонны размышлять о том, что женская нечистота, она является серьезным препятствием в церковной жизни для человека. А вот если мы посмотрим представителей антиохийской школы, сирийской школы, то там другая точка зрения. И, может быть, я даже какие-то отдельные места просчитаю для убедительности, но пока я сейчас буду просто рассуждать. Так вот, вот эти влияния этих школ Александрийской и Антиохийской имеют огромное влияние и на сегодняшнее богословие, современное богословие. И мы видим, часть священнослужителей, мирян, они склонны рассуждать и принимать с точки зрения Александрийской школы и считать, что женщина в нечистоте, естественной нечистоте, не может, даже в храм, в некоторых случаях, некоторые представители отдельные считают и говорят, нет, знаете, женщина должна находиться дома, когда у нее естественные кровотечения. Но если мы посмотрим на рассуждения уже современных, более святых отцов, в частности, Феофана Затворника, он относится к этому, к физической нечистоте, женской нечистоте очень сдержанно. Он не запрещает женщине входить в храм, прикасаться к святыням. Более того, если мы посмотрим на последователей антиохийской школы, в частности, вот Григорий Великий, это VI век, он считает, что можно женщине даже причащаться, находясь в женской нечистоте. Он не препятствует, он говорит, я даже прочитаю вам, для того, чтобы вы как бы услышали слова непосредственно Григория Великого, епископа римского, тогда еще церковь была единая. Он говорит, нельзя в такое время и запрещать женщине принимать таинство святого причащения. Если же она не решится принять его из великого благоговения, она достойна похвалы. А если примет, она не осуждается. Благонамеренные души видят грех даже там, где греха нет. То есть, он как бы не говорит о том, что плохо или то, или то. Он говорит о том, что и то, и то имеет место. «Ибо часто совершается безвинно то, что произошло от греха. Когда мы испытываем голод, это случается без греха. В то же время, то, что мы испытываем голод, вина первого человека. Кровотечение не грех. На самом деле, это чисто естественный процесс. Но то обстоятельство, что природа до той степени нарушена, что она представляет запятнанной, представляется запятнанной, даже против человеческой воли. Это последствия греха, но это не сам грех. Итак, если женщина сама подумает над этими вещами и решит не приступать к принятию таинства тела и крови Господних, она-то будет хвалима за свою праведную мысль. Если же она примет святое причастие, будучи объята любовью к этому таинству, по обычаю своей благочестивой жизни, не следует, как мы уже сказали, ей в этом препятствовать. Поэтому мы видим, что вопрос ритуал... Еще, конечно, те, кто изучали послания, в частности, апостола Павла Коринфином, первую главу, он достаточно убедительно в своем послании говорит именно о проблеме ритуальной нечистоты. И вот эта ритуальная нечистота, это скорее похоже на некий комплекс религиозный, который наследуется из одного поколения в другое. Особенно религиозный комплекс. Понимаете? То есть с канонической какой-то точки зрения этой проблемы не существует, потому что это есть недуховная нечистота, потому что только духовная нечистота является серьезным препятствием человеку на пути к причастию, к самому величайшему таинству нашей Церкви. Вот это очень важно понять. И, конечно же, мы должны понимать, что не Церковь для канонов, а каноны для Церкви. Вот, знаете, по этому принципу можно вот что сказать. Вот в Англии и у нас правила уличного движения одинаковые или разные? Разные. Но вот что можно сказать, где лучше правила уличного движения в Англии или у нас? Ну, я имею в виду, если абстрагироваться от нашего ГАИ. Вот, где лучше? Что? Да нельзя не сказать, что где-то они лучше. Самое главное, то есть нормальные те правила, те правила, которые обеспечивают безопасность. И вот, понимаете, канонические правила нашей Церкви, они всегда имеют, прежде всего, служебное значение. Они должны помогать безопасности церковного движения. Если они становятся чем-то непреодолимым в жизни Церкви, если они являются неким препятствием в жизни церковной, то в этом случае эти правила Церковь пересматривает. Почему? Потому что, к примеру, чтобы было понятно, вы знаете, как Церковь изначально оценивала грех прелюбодеяния, или же греха аборта. Вы читали когда-нибудь правила, связанные с этим грехом? Насколько отлучался человек лет от причастия вследствие греха аборта, к примеру? Что-что? Так. Хорошо, вот если мы сейчас допустим вот эту мысль, это каноническое правило, как норму, что у нас получится в результате церковной жизни? Что-что? Понимаете? Опять-таки, здесь, понимаете, мы должны понять одну простую вещь, но при этом, подождите, но при этом Церковь это правило не отменяет, вы понимаете, какую важную, понимаете, вот что это важно, для чего это важно? Вот Церковь хранит свод канонических правил. Вот если мы открываем свод канонических правил и смотрим словарное содержание и видим там, скажем, аборт, и смотрим, какие канонические правила с этим есть на протяжении истории Церкви, мы видим, что эти правила остаются. Вот устав Церкви, богослужебный устав, кто-нибудь читал вот так даже, может быть, для любопытства, интереса устав богослужения? Сколько должно прочитываться стихир там, к примеру, кофеизм и так далее, и так далее. Вот если мы будем совершать богослужение по уставу в нашем храме, к примеру, да, то через несколько богослужений ваши чемоданы будут стоять, если, скажем, ваш муж дома, они будут стоять на пороге. Почему? Потому что богослужение, уставное богослужение, это богослужение, которое, по сути, занимало основную часть монастырской жизни. монастырская жизнь. Но, опять-таки, мы пользуемся монастырским уставом, мы не пользуемся каким-то мирским уставом, а монастырским. И у нас нет каких-то принятых сокращений. Сокращает по своему усмотрению настоятель. Аще изволит настоятель. В данном случае настоятель является игуменом своего монастыря, своего прихода. Он решает, что нужно сокращать, а чего не нужно сокращать. И мы должны понимать, что как бы мы не хотели в идеале совершить богослужение монастыря, мы этого не сделаем. Почему? По одной простой причине. Потому что монастырь, это что? Это монастырь, а приход это что? Приход. Потому что в монастыре живут монахи, которые связаны одной целью, одним смыслом идеи совершения непрестанной молитвы, а вот если мы возьмем семью, то семья, жена или муж зависят всегда от семьи своей. И в результате, если она будет отдавать значительное время, свое времени на молитву, то, конечно, она не сможет справляться с семейными обязанностями, или муж, соответственно, со своими. Но в то же время мы смотрим всегда на устав, как на некую икону. Вот если мы смотрим на икону, каноническую икону нашей Церкви, вот именно, которая написана, скажем, Рублевым, вот что для нас характерно, мы понимаем, что это великая тайна, но в то же время для нас она не совсем понятна, эта икона. И вот для нас понятно, где Матерь Божия вот с румянцем, понимаете, на щеках, вот, где она вот такая, понимаете, хорошая вот женщина. Для нас это понятно. Почему? Потому что она отражает наш мир. Вот такая вот она добродушная вся, она светится добротой, как Матушка Игуменя с какого-то монастыря. Знаете, вот такая щекастая может быть. И я не говорю о том, что она плохая, что она вот где-то там, понимаете, не усердствует в аскезе, может быть. Просто вот мы должны понимать, что вот то, что мы понимаем, это одно. И то, что мы понимаем, это вполне вмещается в рамки духовной жизни. Это не значит, что это плохо. Но есть и некий идеал, вот это бесстрастие, которое изображено, скажем, на Владимирской иконе Божьей Матери. Я имею в виду на оригинале, не на списках, которые потом уже появляются. Вот здесь мы видим какое-то вот что-то неземное, ангельское. Скажем, Ян Притеча, византийская икона с крыльями, небесный человек и земной ангел, это икона. Для нас она непонятна, но мы преклоняемся к нему. И вот так, понимаете, канонические правила, устав богослужения, все является в церкви иконой. А иконы это правило, канон, правило, норма. И вот к этой иконе мы должны расти. А если у нас будет все понятно, как Керченский рабочий газет или паспорт, то мы завтра прочитаем и послезавтра, понимаете, нам это уже будет неинтересно. Поэтому невозможно постигнуть глубину богослужения и канона церкви. С ним можно только соприкоснуться, как с красотой. Вот знаете, как мы красоту, любую красоту, красоту неба, красоту моря, мы можем говорить о каких-то химических, физических составляющих этой красоты, но это не прикосновение к красоте. Вот ее можно только прикоснуться к ней, благоговеть перед ней. И вот так же и с церковной жизнью. И вот когда идет речь о нечистоте, то есть о той проблеме, которую мы только что подняли, в контексте того, что не каноны управляют церковью, а церковь управляет канонами, как правилами, как нормами жизни, она сама для себя решает, в каких исторических условиях какие нормы принимать. и вот одно из последних деяний, которое является достаточно масштабным, это социальная концепция русской православной церкви, которая была принята в 2000 году. Вот рекомендую вам почитать. Это небольшой документ с точки зрения объема. Там затронут именно все основные проблемы жизни христиан, православных христиан в современных условиях. Там и вопросы связанные с политикой, вот как относиться к политике, к голосованию, к власти, к семье, к абортам, к разводам. То есть там освещаются все эти вопросы. Все, что именно чем живет христианин православный в миру. То есть основные тезисы. Это не опять-таки вот эта концепция, она не является догматом. Что является догматом для христианина? Только символ веры. Все. Больше ничто не является догматом. Все остальное является только неким указателем на дороге, который стоит. А ведь понимаете, вот стоит, скажем, на ну к примеру там заветный у нас, деревня заветная или приозерная указатель. А ведь исторически можно сменить этот указатель. Почему? Потому что поменять дорогу, правда? И можно изменить этот указатель и вместо там скажем 20 километров можно поставить 10 километров, потому что напрямую можно это сделать. А вот в современных условиях вообще на самолете могут люди летать. Это вообще сокращенный путь. Быстрее гораздо человек добирается до места назначения. И вот все меняется, жизнь меняется, мы вырастаем рано или поздно с памперсов, и мы начинаем одеваться в одежду взрослых людей. Так и церковь. Она постоянно растет, она меняется. Это не значит, что она становится нравственнее, становится чище. Это как, знаете, кто лучше, младенец или старый человек? Кто лучше? Скажите мне, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Что? Вы знаете, я с вами не соглашусь. Вы знаете, здесь нельзя сказать одинаково. Просто они разные, понимаете? Они разные. И вот мы должны понимать, что разность жизни это не порог. Разность бывает разная. Ведь, понимаете, если мы сравним, скажем, Адама до грехопадения и с Серафимом Саровским, кто лучше? Понимаете? Но мы можем сказать, что Адам был, он по-детски чистый наиве, свят по-детски, но в нем не было той мудрости, которую, которой обладал уже Серафим Саровский. Потому что он уже был искушен, он преодолел зло, а Адам не преодолел. Хотя чистота была у Адама. Понимаете? И вот если мы говорим о нашей религиозной жизни, связанной с нечистотой, то мы здесь, понимаете, этот вопрос является очень важным на самом деле. Понимаете, почему? Потому что вот этот вопрос физической нечистоты, это не только женские естественные дела. Здесь, понимаете, еще другая сторона есть. Вот, к примеру, человек входит в храм. Он новый человек. Он не знает правил поведения в храме. Но у него есть, понимаете, вот горячие чувства к Богу. Он пришел, понимаете, в храм. Он не знает, понимаете, вот, куда нужно идти, понимаете, какой поклон нужно делать, что нужно делать. То есть, вот этих норм, которые мы обычно ведем, к примеру, к центральному аналогичку, затем к одному, другому, боковому, да? Вот, если вы окажетесь, скажем, в балканских церквях, я имею ввиду, там, в сербской, в болгарской или в греческой, то, понимаете, вы будете растерянны в какой-то момент, потому что центрального аналогия нет в храме. Вот, подойдет, подошли, а что делать, как это? Что это за они такие, вот эти, понимаете, сербы, придумали тут, понимаете? Но, кстати, интересная деталь, вот у сербов, поскольку они очень близки к русским, вот у них две традиции есть. Есть одна греческая традиция, вот буквально просто это видел своими глазами, когда путешествовал по сербам. То есть, вот часть храма сербских устроена в греческой традиции, а часть храма устроена именно в русской традиции. И даже уставы монашеские, вот частично они русские, а частично греческие у сербов. Вот скажем, у румын там больше, там все греческая традиция. Вот именно сербы, вот они у них так. И вот, что касается даже внутреннего устройства храма и так далее. И вот, человек приходит в храм, и вот он с искренним побуждением идет иконе. И тут, понимаете, ревнители благочестия наши начинают останавливать. Вот, понимаете, ты не так свечу поставил, не на столько градусов ты сделал поклон. Понимаете, не с той стороны передал свечу или что-то еще. Представляете, что мы делаем на самом деле? Вот, понимаете, вот многие евреи, которые присутствовали тогда в толпе, когда к Христу прикоснулась эта женщина, вот хорошо, что они не знали, понимаете, что она кровоточивая. Они точно свечу запретили бы поставить, понимаете, вот, они бы просто не разрешили, понимаете, куда ты прешь? Мы тут оба, общество чистых собралось. Кстати, вот такие были в раннехристианской церкви еретики, они назывались катары, катарсис, очищение. Вот они считали себя абсолютно чистыми. Да и сейчас есть эти, ой, господи, вот эти, Дионетика, Хаббарда, вот, там тоже так называемые, значит, клер, да, светлые, чистые, с английского, они тоже считают себя чистыми. Вот. Понимаете? То есть, вот, это, если человек говорит о том, что он достиг чистоты какой-то, вот это первый показатель того, что этот человек находится в полном мраке. Это полная нечистота. Потому что чистых людей не бывает по определению. Потому что, когда умер Иоанн Златоуст и Макарий Египетский, то же самое богослужение совершали, что и над сегодняшним обычным прихожанином. Господи, прости ему всякое прегрешение, вольное и невольное. Понимаете? Ты, Господи, токма без греха, правда Твоя, правда вовеки. Нет чистых людей в этом мире. И как Макарий Египетский говорит, что самый святой человек с грехом и с гордостью, токма Ты без греха, Господи. Ведь, понимаете, человек святой, это человек, который всегда борец за правду. А когда происходит борьба, понимаете, можно и руку кому-то нечаянно вывернуть, голову свернуть кому-то нечаянно. Борьба есть борьба. И помните споры Иоанна Златоуста с Эпифанием кипрским, когда они расставались на таких нотах, он сказал, говорит, ты, говорит, не доплывешь до Кипра. А Эпифаний Иоанну Златоустому сказал, говорит, а ты не на своей кафедре умерешь. И так произошло. Один умер на Кавказе, Иоанн Златоуст, в изгнании, а Эпифаний кипрский не доплыл до своего Кипра. Понимаете? Вот понимаете, что это было? А ведь это Иоанн Златоуст, это величайший святой, и Эпифаний кипрский. Ой, какой это величайший святой? Не так все просто, понимаете, жизни исполнено драматичности вот этих перипетий, когда мы, понимаете, вот даже вот эти две школы, Александрийская и Антиохийская, это, понимаете, на самом деле сознание людей. Вот если я, кому-то говорю то, что я сейчас говорю, понимаете, многие сейчас сразу могут сказать, особенно, понимаете, там вот есть такие, те люди, которые связаны как-то с вот этими страхами, кодофобией и так далее. Ой, это батюшка еретик, он явно что-то говорит вот такое слишком, вот, что это он такое? Да нас всегда учили по жизни, говорили, что нельзя входить в нечистоте в храм. Но я в данном случае и не говорю о том, что это можно или нельзя. Я говорю о том, что две точки зрения в принципе допустимы. Как говорит апостол, никто не должен руководствоваться чужой совести. Каждый должен руководствоваться своей, говорит апостол Павел. И блажен, говорит апостол Павел уже в другом послании к римлянам, блажен, кто не осуждает себя за принятое решение. А знаете, что такое осуждение себя за принятое решение? Это когда мы постоянно с двоящимися мыслями дергаемся. Может быть, монашество, может быть, то, может быть, это. Вы знаете, я вспоминаю один такой забавный случай, который случился в жизни Паисия Светогорца. Как-то к нему пришла одна девица весьма таких правильных настроений. Хотела действительно благочестивая жизнь, говорит батюшка, не знаю, вот кем мне быть? Вот монахиней или замуж? С одной стороны, понимаю, хочу в монашество, но вот тяжело мне, потому что наверное, без семьи не смогу. Говорит, хорошо, давай помолимся. Ну, помолились они, через какое-то время она приезжает, говорит, батюшка, вот я тут в брак вступила, вот, вот, и говорит, но чувствую, что хочу монашество. Он говорит, знаешь что, расскажи вначале, кто твой муж? Она говорит, моряк, полгода в морях, а чего спинетесь? Полгода дома. Говорит, а что ты хотел лучше? Вот, говорит, не спасайся. Понимаете? Всем хорошо. Понимаете? Вот. И монахиня, понимаете, и все. Вот так вот. Поэтому Господь все устрояет человеку, ко благу. Самое главное, что нужно доверить, нужно довериться Богу. И вот, вот это герзновение, которым вот я только что так вот много говорю, понимаете, вот мы должны понимать, вот звонит мне человек с Киева сегодня и говорит, батюшка, тут какой-то почаевский хлеб передают, говорят, если не передашь его, там не приготовишь, вот, будет какая-то беда, там вот, и причем это уже обросло достаточно огромным количеством легенд, там, причем это предание, знаете, такое, я бы сказал, вот все построено на каких-то фобиях, вот если ты что-то не так сделаешь, где-то там все, беда будет, и так далее, и так далее, знаете, вот если человек будет здравым, евангельским взглядом смотреть на вот эти вещи, он всегда, понимаете, будет дерзновенным, он будет смелым, он будет спокойным, вот, понимаете, мы читаем молитву Отче нашу, и в этой молитве Отче нашу есть такие слова, даж нам хлеб насущенный, вот хлеб насущенный, эпиусиус, я уже как-то переводил это слово с греческого языка, то есть именно в оригинальном тексте эпиусиус переводится буквально как сверхсущий, понятное дело, что когда мы просим хлеба насущного, то мы не булочку просим с АТБ или с фуршета, а мы просим евхаристического хлеба, потому что только он является сверхсущим, и вот в этой молитве, которая является неким образцом для христианина молитвы, понимаете, нет речи о каких-то хлебах почаевских или иерусалимских, есть только вот этот хлеб сверхсущий, и дальше мы просим, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле, не веди нас в искушение, на избавленных задумок, знаете, вот если мы посмотрим эту молитву, вот ее можно как некий образец, как норму жизни налагать вообще на любую, на любые обстоятельства нашей жизни и получать правильный ответ. Если человек имеет страх Божий, он свободен от любого другого страха, от любого другого. Если вам только говорят о том, что если ты что-то сделаешь не так, знайте, это уже от лука, потому что нас в Писании учат только одному, начало премудрости страх Господь. Святые отцы добавляют, говорят, есть два страха в жизни христиани, страх греха и страх Божий. Но чтобы мы знали, что есть страх греха, всегда он зиждится на страхе Божьем. Если у человека есть страх греха, но нет страха Божия, это урод духовный и моральный. Потому что он будет бояться всего, он будет бояться любого шолоха, листвы. Человек должен страха греха, страх греха мотивируется страхом Божиим. Я боюсь Бога и не хочу его оскорбить своим грехом. А Бог нам сказал, особенно из Евангелия, вот когда мы читаем Евангелие, вот вы знаете, вот если так порассуждать далее, вот в плане скверной, вот пост. Давайте вот обратим внимание на такую важную деталь. Вот когда начинается пост, наши ревностные прихожанки, вот на первой неделе поста ни в каком облачении приходят. В черном. А в черном. Не, не, вы знаете, я просто, в данном случае я как бы ничего не говорю, вот, я просто говорю, вот вы сами сказали, да? Не, ну понятно, батюшка в черном, мне нужно в черном. Вот. Но давайте посмотрим на Евангелие, которое было прочитано накануне поста. Помните, это воскресенье, прощенное воскресенье за литургии божественные. Как вы прощаете, так и вам будет прощено. Значит, когда вы поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, помрачающие лица свои, умой лицо свое, помажь главу своей елеем, а елеем мазали победнее люди, побогаче мазали миром, а миром благоухавленным. Это духи. Короче говоря, вот приведи себя в порядок, сделай себе, может быть, даже косметику в каком-то смысле. Искупайся. Чистый понедельник же его называют. Чистый понедельник. И в этом, понимаете, огромная мысль. Вы знаете, вот в Греции, я помню, меня поражало, я делал в том, что начало поста Великого застал именно первую неделю поста в Солониках. И когда я возвращался в Афины, это 500 километров, это через всю страну. Я помню, мы ехали понедельник, целый понедельник в дороге были. И вот, что характерно было для понедельника, это все пускали змеев, вот этих змеев, бумажных змеев. Вот выходили семьями. То есть, все небо над Грецией, оно все в этих змеях. Что? Это праздник. Вот нужно было всех змеев, так сказать, отправить с души. Вот все, вот чистота, чистый понедельник. Вот все нужно, вот все выпустить, все выгнать из себя. А понимаете, если человек помрачает лицо свое, делает вид аскета какого-то особого, понимаете, изможденного, лицемерия, а лицемерие, это ведь грех, это отвратительнейший грех. Вот вы знаете, есть вот такие слова, вот, например, лицемерие, да, лицемерие, да, вот лицо и мера, мера. Давайте вот другое слово посмотрим, лицедейство, да, лицедейство, это артист, артист, вот, то есть, что он делает, лицо, вот, он делает лицо, меру лица. Давайте посмотрим, такое красивое слово, как любовь, а есть с этим корнем связано, такое некрасивое слово, прелюбодеяние, или другое слово, любодействовать, любодействовать, это хорошо? Нет. Это грех, любодеяние, теперь любодеяние, любодеяние, или лицедеяние, лицедейство. То есть, когда человек только делает вид лица, хорошего или там плохого артиста, вот, точно так же он делает только любовь, видимость любви, но нет там любви. И вот лицемерие, вот это, когда человек что-то делает, вот знаете, у нас сейчас в церкви, мы, понимаете, не заповедь исполняем Божию, а мы что-то делаем, мы всегда озадачены какой-то деятельностью. Вот вы знаете, мне, с одной стороны, мне нравится какой-то энтузиазм такой духовный, люди, вы же слышали, такие вот есть духовные писательницы, Шишова и Медведева, слышали, да, читали? Вот вы знаете, с одной стороны, вот хочется, как бы, конечно, пожелать творческих успехов этим женщинам, они психологи там профессиональные, вот, но с другой стороны, понимаете, вот если почитать их творение, то, конечно, самый простой путь, понимаете, выжить, это просто застрелиться, вот и все, понимаете? Вот если бы с такой духовной позицией раннехристианская церковь подходила к жизни, понимаете, у нас был бы сплошной мрак в церкви, мы должны понимать, что сказал нам спаситель, вот все нужно строить на Евангелии, не на современных вот этих учителях, которые всякие страшилки, всякие фобии предлагают в качестве учения, чего стоят вот эти спаситель наши души, журналы, или сербский крест, который никакого отношения к Сербии нужно заметить не умеет, СОС и так далее, и так далее. Вопрос спасите наши души. Знаете, а вопрос, это вообще кому просьба? То есть, получается, люди церковные говорят, спасите наши души. Что это такое вообще? Вот постановка вопроса. Странные люди. Кто должен это сделать? Потом постоянно вопросы какие-то, понимаете, решаются политические, какие-то фобии бесконечные. Вы свет миру, сказал спаситель. Мы должны только этот позитив, свет низкий в жизни. А у нас постоянно то какое-то ощущение ритуальной чистоты, то кто-то, а вот если я передам, что-то не так будет. А как это отразится? Разве есть дерзновение у нас? У нас, знаете, вот фобия, которая наоборот переходит в дерзость. Вот человек исполнен страхом, а потом сразу дерзко может сказать, ну что ты тут стоишь неправильно или что-то. Это уже дерзость, это грубость, это хамство какое-то. Понимаете, христианин другой человек. Это как, понимаете, это как свеча, которая горит, несет только... Она рассекает тему, понимаете? Вот у нас нет вот этого ощущения, понимаете, радости жизни во Христе, благая и радостная весть. В чем радостная весть? Вот если пришел этот человек, переполненный скорбью душевной, да, он пришел эту свечку поставить первый раз в своей жизни. Внучка чья-то, скажем так, внучка чья-то. А иногда приходит бабуля, говорит, ой, вы знаете, у меня там внучка где-то в Харькове, она там такой, понимаете, вот. И вот, понимаете, какая-то внучка приходит другой бабушке, которая живет где-то там, понимаете, вот. И она вот эту внучку, она, понимаете, ее дергает и так далее. Вот точно так же эту внучку будут там в Харькове тоже так же, понимаете, где-то там, вот ставить на место. Вот в чем благая весть вот этой бабулечки для этой молодой девочки? Вот в чем благая весть? Скажите мне, пожалуйста. Это разве благая весть? Это радостная весть? Если она постоянно только ее грузит какими-то фобиями, страхами, это разве христианство? Разве это свет? Поэтому, когда я говорю в данном случае о скверне, то мне хочется прежде всего отметить, что скверна это, я бы сказал, состояние некого мировоззрения, вернее, даже не мировоззрения, мироощущения. Человек боится, как бы не оскверниться ни от чего. И он воспринимает всех как потенциальный источник скверны. Ну, пришла тут. Посмотрите на ее ноги, посмотрите, как она одета. Это же сквернение пришло в нашу церковь. Но разве не так реагирует на, понимаете, этих молодых людей? Так, ну, таких же молодых людей. Каких? Как? Как к себе, но так ведут. Вы знаете, паршивая овца. Все, да. И, понимаете, поэтому мы должны помнить о том, что так может взбаламошить, понимаете, все стадо. А ведь люди, понимаете, очень падки на какие-то короткие инструкции. Вот когда им говоришь о том, что ты будь как свет миру, ну, что это такое, вот свет миру? А тут им говорят, слушай, возьмешь так, берешь свечу, ставишь, значит, вот так вот, наклоняешься, делаешь интересное знамение, касаешься пола, все понятно. Поэтому, понимаете, кого быстрее человек воспримет? Вы готовы, понимаете, сразу же пользоваться готовыми инструкциями. Понимаете, а Господь нам не говорит, опять-таки, даже в своих заповедях, Он не дает инструкции. Вы вспомните, какая разница между заповедями ветхозаветными и новозаветными. Если ветхозаветные заповеди, десяти заповеди, что говорится? Вот как нужно делать и как не нужно делать, да? А в новозаветных заповедях, в заповеде блаженства, там не говорится, как нужно или как не нужно делать, а там говорится по-другому, каким нужно быть. Там идет речь о состоянии человека. А нам, конечно, понятно, когда приинструктировали, что нужно, чего не нужно, это ветхозаветный взгляд на жизнь. А вот каким нужно быть, с каким состоянием души нужно жить. И вот это состояние души нужно нести. И когда говорит апостол Павел, жена неверующая, светится верующий мужем. Но апостол Павел и сказано. Как это светится? Ну, если вразумляется, это понятно. Вразумить я его смогу. Вот, там, скажем, неверующего моего мужа. По полной программе. А вот светится, вот здесь, как вы понимаете, откуда этот свет должен идти? С какого отверстия? С глаз? Или с чего-то? Вот, понимаете, вот, на самом деле, является, что проблемой для человека. он ждет готовых инструкций. И поэтому Господь говорит в Евангелии, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в жизнь вечную. Конечно, отдельная тема, которая требует, мне только хочется сказать в данном случае, наверное, вот что, еще связанная с постом. Конечно, эта тема очень, скажем, объемная, она требует лекции целой. Но вкратце скажу. Вопрос половых отношений в посту между супругами. Вот существуют определенные, как бы, инструкции относительно того, когда супруги могут иметь близость вообще в течение года, а в течение поста великого в частности. И вот вы знаете, вот если мы посмотрим в канонические правила, то там установок никаких нет. И только мне хочется заметить, есть определенные ответы. Вот в частности, шестьдесят девятое правило святых апостолов говорит, вступившие в брак сами себе должны быть давлеющими судьями, ибо они слышали Павла пишущего, якобы добавят воздерживаться друг от друга по согласию до времени, дабы упражняться в молитве и потом паки губ на быте. Что это значит? Это значит, здесь еще есть достаточно пространное слово Иоанна Златоустого, и нужно опять-таки отметить раннего Иоанна Златоустого, как писателя духовного, как проповедника и позднего Иоанна Златоустого. Вот что характерно для вообще для ранних писателей духовных, в смысле не ранних в плане скороспелых, вот, а в плане ведь человек растет, понимаете, вот говорим ранний Пушкин и поздний Пушкин или Достоевский, вот Гоголь ранний и поздний, да, это совершенно разные вообще писатели, понимаете, которые в одном лице призрали. И вот Иоанн Златоуст достаточно был ригористичен, строг, он считал превосходство монашества вообще для всех ранних характерно христиан, ригоризм, все, черное и белое, так, особенно если женщины, они сразу же начинают монастырские уставы, понимаете, создавать внутри семьи, вот, и, конечно, начинаются очень серьезные проблемы. И вот подобное мировоззрение было и у раннего иоанн Златоустого. Но вот когда мы смотрим его уже поздние творения, это, конечно, всякое восхваление брака, как более высшие добродетели над монашеством. Он считает, что монашество ниже брака. Он считает, это добродетель, значит, мученичество, потому что в браке очень, сами знаете, достаточно непросто, вот, потому что все мы разные, вот, только до брака мы вроде как друг к другу подходим очень хорошо, вот, а, конечно, потом начинаются разные моменты в жизни. Конечно, хорошо, если до 45 лет выжили, как брак, то, конечно, потом будет уже по-другому, потом как бы второй раз становятся женихом и невестой по отношению друг к другу, потому что дети уже стали взрослыми, покинули, они тут начинают пробуждаться чувства друг к другу. Конечно, это уже в другом формате все происходит, но, как бы, это уже другое. Ну, мы, конечно, об этом будем говорить, но вот что мне хочется сказать в данном случае, что какая польза от поста и воздержания, когда нарушается любовь, говорит Иоанн Златов. Никакой. Сколько неизбежно произойдет отсюда огорчения, сколько хлопот, сколько раздоров в семье. Это только часть его слов. Поэтому, вот, нужно понимать вопрос сквербы. Ведь брак часто воспринимает и близость отношений как сквербы, но брак честен ложи и сквербы. Конечно, должно быть определенное совершенство в этих отношениях. И это совершенство в любящей атмосфере, любящих людей, оно все равно проявляется и со временем они доходят до какого-то более возвышенных каких-то отношений. но если мы вот обратим внимание в частности на даже Ветхий Завет, вот мне такое место есть, может быть, я даже сейчас не буду его цитировать, потому что я хотел отдельную лекцию для этого, но скажу вот что. Второзаконие, в книге Второзаконие говорится, что если человек, мужчина вступил в брак с женщиной, то он даже не призывается в армию, он должен год всячески, так сказать, довольствоваться женой своей и женами. То есть не должны лишать себя брачных отношений. И вот даже в Ветхом Завете мы видим, что именно эти отношения не были проявлением скверны чего-то нечистого в законности, в законном браке. Может быть у Вас какие-то вопросы, потому что время подошло к концу, и пожалуйста. Надо ли дети указывать, рассказывать, показывать, какие-то иконы, надо свечки показать, имеется только в детский возраст, в школьном, в начале возраста. Вы знаете, конечно, дети, они, конечно, всегда воспринимают определенную систему механизмов. Вот они должны знать. Вот скажем, нужно чистить зубы, понимаете, вечером и утром. Нужно мыть лицо свое и так далее. То есть какие-то они получают постоянные инструкции. Если их не давать, то это будет, знаете, как вот читали Голдинга «Повелитель муха». Вот понимаете, дети, оказавшиеся без родителей на острове, чем это закончилось? Вот они стали маленькими чудовищами, понимаете, маленькими преступниками. И кто-то идеализирует детей. Самая страшная преступность, если убийство, к примеру, это детская преступность. И вот нужно заметить, что даже если говорить уже немножко дальше, то женская преступность страшнее мужской преступности. Почему? Потому что мужчина руководствуется не эмоцией, а руководствуется разумом. Ему легче себя остановить, женщине тяжелее, а детям еще тяжелее. Потому что они вообще не имеют абсолютно никаких механизмов мудрости. То есть они ничего не понимают, как нужно жить. Они всегда ведут подражательность себя. Так вот, конечно, детям нужно говорить. Но, понимаете, когда мы говорим им, то мы опять-таки не должны с чувством успокоенного совести, понимаете, и долго, что вот мы все сделали, вот хорошо, деточка так умиленно, понимаете, прикладывается к иконочкам, ставит свечку, все, вот хорошо, мы уже достигли религиозного воспитания. понимаете, серьезные заблуждения. Понимаете, мы прежде всего должны понимать, что самое сложное, это как раз не образование. Вот образование, это когда у нас, у нас приятно. Образование, это когда мы передаем какую-то информацию кому. А вот воспитание, а воспитать, это значит питать собой, понимаете, это кормить собой, как женщина кормит грудью. И вот когда она кормит грудью, понимаете, то качество молока зависит от того, что она кушает. От этого зависит, понимаете, все. И вот дети будут питаться нами, нашим поведением, образом жизни, взглядом и так далее. Они, понимаете, помимо слов, между строк воспринимают нашу жизнь. Не то, что мы им говорим, а как мы живем. Вот, что они воспринимают. Своим примером, другими словами. Поэтому так и во всем, в любой области. Делайте, говорите, все это правильно, все это правильно. Но еще раз хочу сказать, что, понимаете, проблема, опять начинается потом кризис у ребенка. Он, понимаете, теряет интерес к вере, потому что он воспринимает, понимаете, церковь, как систему обрядов, которые ничего не дают для его жизни, понимаете. Он должен, а если он, понимаете, научится радоваться жизни благодаря Христу, если он начнет нести этот позитив в жизнь других людей благодаря церкви, Христу, то он тогда будет понимать, что церковь является источником его жизни, понимаете, в любой области. А иначе он будет воспринимать как систему ритуалов, понимаете, которые никакого отношения к жизни не имеют. Батюшка, можно как-то связать наказание ребенка вот с церковной жизнью? Вот как это нужно сделать? Ну, вы знаете, что будет навредить? Понимаете, конечно, наказание, уже само слово наказание, вот я вспоминаю всегда, когда мы служим молебен перед началом учебного года, помните, вот в августе месяце, и священник просит, чтобы дети воспринимали наказание в школе. Но, понимаете, наказание в нашем мировоззрении это система каких-то прещений. А наказание это, прежде всего, наказ. Я наказ тебе даю, то есть, даю вот именно какие-то наставления, то есть, чтобы они наставления хорошо воспринимали. И вот понимаете, что такое наставление, вот что такое наказание с нашей стороны? Это опять-таки не система кармы какой-то, понимаете? А это, это вот понимаете, это вот так сложно, как вот говорит один не в меру ревностному пастырю молодому, духовник его говорит, знаешь что? Говорит, ты вот тут так правильно наказание такие своим духовным чатом даешь. Ну, молодец, говорит. Хорошо, а имей в виду, если вот они делать этого не будут? Вот ты дал сто поклонов? Говорит, да они же так грешат, я же дал сто поклонов там. Говорит, имей в виду, спроси, если они делают, то ты выполни эти сто поклонов вместо этого человека, духовного чата. Тогда этот пастыр молодой задумался, а нелегко делать. Так ты подумай, ты вот все сопряжи вот в жизни этого малыша, вот этого человека. Понимаете? Поэтому, когда мы делаем наказание, то мы должны руководствоваться, конечно же, не эмоциями. Мы должны руководствоваться, прежде всего, любовью. Конечно, любовь тоже дает какие-то наказания. Потому что Господь наказывается, вы это уже, понимаете, пример. Бог же посылает нам испытания, трудности, скорби посылает. Значит, и мы должны иногда воспринимать хотя бы те скорби, которые Господь дает детям, как от Бога. Мы не должны воспринимать, ну что же ты, Господи, наказываешь, что ты забыл нас, что ты не проявляешь никакой милости и так далее. Поэтому, как вообще сопряжать вот это с церковным образом жизни, мышление, само наказание детей? Вы знаете, здесь очень от многих моментов зависит от образа жизни семьи вообще. Потому что, если мы будем вырывать вне контекста, знаете, вот такое очень модное слово, оно вошло, скажем, в психологию, в социологию и так далее. Говорят, все нужно воспринимать, дорогие, комплексно. Комплексно. Это значит, что нельзя, понимаете, вырвать что-то из контекста. Это как, знаете, батюшка, я хочу тут поисповедоваться и причаститься. Сказали тут вот мне там, вот, а я спрашиваю, где это? Ну вот сказали там, вот там бабушка, я ходила там отчитываться, вот она говорит, поисповедоваться, нужно, милочка, причаститься. Вот. Или просто кто-то сказал. Я говорю, знаете что? Не бывает исповедь. Церковь не дает человеку исповедь или причастие. И исповедь и причастие – это составляющие жизни христианина. То есть нельзя приходить, исповедоваться, причащаться и не жить церковной жизнью. И вот когда мы говорим именно об этом, то здесь много очень моментов нужно учитывать. То есть нужно создать какую-то воспитательную среду для детей. Воспитательную среду. И вот, вот когда ребенок будет уже четко себе представлять, что с него хотят, а не просто родители будут там где-то сгонять свое настроение. Вот опять ты не послушался родителям, там звонят со школы, там еще что-то. Понимаете, так нельзя. Во-первых, всегда родители должны быть сдержаны. Они никогда не должны проявлять свое настроение. Вот это очень важно. Никогда эмоция не должна быть выражением воспитания. Никогда. Если мы это делаем, то это не значит, что, понимаете, это является чем-то нормальным. Это скорее указывает на наши недостатки воспитания. Потому что, что характерно для благородных, порогистых людей, скажем так, которые в те времена, понимаете, люди умели убеждать словом, умели убеждать образом жизни. То есть, никто не доходил до белого коленя, понимаете? Потому что у нас такое, вот, понимаете, все с сорванными нервами, а эти дети бедные, там с них требуют в школе, понимаете? Учительница орет, понимаете? Дома, понимаете, родители орут. Вот, смотри, по-моему. И, конечно, а что мы хотим с этих детей? Так они сами, понимаете, задерганные, они сами возбужденные, перевозбужденные. Они уже нагломлены, они уже с обнаженным нервом. Вот, знаете, как вот обнаженный нерв вот здесь, понимаете, и что-то холодного или горячего туда. Вот сразу орать начинаешь, не своим голосом. Вот то, что здесь действительно происходит. Поэтому здесь нужно создать правильную воспитательную среду. И, конечно же, когда мы создаем эту среду, и наказание, они являются тоже частью, понимаете, значит, воспитания. Поощрение или наказание? Поощрение или наказание. Но нужно убеждать словом. Словом. Конечно, и розгой допускается убеждать, особенно мальчикам, девочкам. Девочек как бы нежелательно. Вот, даже по принципам священного писания. Конечно, иногда мать воспитывает и кипятильникам, говорят некоторые, вот, понимаете, что под руку попадется. Потому что девочки тоже бывают такие. Но, а понимаете, а что взять опять-таки с этих девочек? Вот опять-таки, вот это мода, понимаете. Вот как один батюшка заметил. Говорит, относительно моды, короткой юбки, в частности. Вот, говорит, представьте себе, идет девица или женщина, не имеет значения, на площадь. Вышла она на площадь. И люди ходят. Она начала поднимать вот чуть-чуть вот так вот юбку свою, платье. Начала поднимать. Все выше, выше поднимает. И подняла она до колен, до колен. И все будут смотреть, что это за женщина? Посмотрите, да это же вообще, это же какая-то легкого поведения. Что она делает? И при этом та женщина, которая будет ее осуждать, будет стоять в юбке выше колен. Вот скажите мне, пожалуйста, в чем разница вот той, которая поднимает при всех, и та, которая уже ходит в такой юбке? Потому что то узаконено сознанием общественным, а то ж вроде еще как ненормально, понимаете. И вот получается, что мать, она поощряет вначале вот эту, понимаете, легкую одежду для девиц легкого поведения. И потом, когда она уже входит во вкус этой жизни, она начинает ее воспитывать. Ну как можно воспитать, понимаете? Если мать все сделала для того, чтобы ее дочь стала, понимаете, вот именно приобрела такие навыки легкого поведения. Поэтому воспитательная среда, вот что самое главное. Мы должны думать над этим, воспитательная среда. А там я думаю, что сама воспитательная среда, атмосфера спокойная, здоровая, она будет давать нам подсказку, как, значит, именно воспитывать. Потому что невозможно жить двойными стандартами и воспитывать хорошо. Еще, может быть, вопросы. Слушаемся. Батюшка, мы в жизни, и в семье международной особенно, часто допускаем ошибки по отношению к детям, супругам. Вот как научиться эти ошибки сознательно преодолевать, неукорствуя в них? Как научиться относиться к ошибкам, к своим детей, своих супругам, чтобы это не отравило вот семей. Вы знаете, вот очень хороший вопрос. Почему? Потому что я считаю, я считаю, что здесь мало понимания одной христианской морали. Вот. То, что нам дает Евангелие. Здесь вот, ну вы знаете, это то, что я сейчас скажу, в принципе, имеет основания свои именно в Священном Писании и в Священном Придании Церкви. Если касается вопрос отношений между мужем и женой, вот существует различие между мужем и женой не только физическое, плотское, мужской пол и женский пол, но существует конституция души, мужская и женская. Я сейчас не буду останавливаться на подробностях вот этих, потому что это тоже, опять-таки, тема отдельная. И я очень подробно хотел, как бы, осветить эту проблематику, чем отличается душа мужчины и женщины в плане восприятия жизни. Но мне хочется вот что сказать. Если мужчина не знает этих особенностей, то он будет воспринимать ее, как мужчину, равного себе. То есть он будет думать, что женщина должна думать так же, как и он думает, мужчина. Мы чуть-чуть касались этой темы на прошлой лекции. Помните, когда мужчина, он более рационален, там женщина, она более сентиментальна, она нуждается в одном, а мужчина в другом. Если мужчина не будет идти на уступки женщине, то он не найдет понимания со стороны женщины. И если женщина не будет понимать особенность мужского характера, то не будет, соответственно, она не найдет поддержку со стороны мужчины, своим мужем. И вот, когда мы знаем вот эти особенности мужской души и женской души, то на самом деле все достаточно просто будет. То есть мы не будем воспринимать ее особенности, как порог, потому что иногда излишне эмоционально женщины, мужчины воспринимают как порог, к примеру. А на самом деле это не порог, это скорее проблема. Но скажите, а в чем же разница проблема от порога? А очень большая. Потому что порог это то, что разрушает душу, а проблема это то, что можно решить. Просто нужно задаться целью, решить, потому что это ее особенность. У каждого человека много своих особенностей. В силу воспитания, в силу многих других моментов. И соответственно и у мужчины. Если, к примеру, женщина будет добиваться равенства с мужчиной, понимаете, очень плохо, будет бесконечный конфликт. Соответственно, если мужчина будет, понимаете, не будет учитывать вот эти особенности женского, так сказать, женской ментальности, это тоже будет бесконечный конфликт. И вот если у нас что-то вот не получается, вот здесь все-таки нужно не надеяться на то, чтобы найти решение внутри самих себя. Потому что человеку не хватает порой ни своего знания, ни своего какого-то опыта. Вот, к примеру, человек бывает ученый, но не мудрый. Вот даже апостол Павел различает эти дары, он говорит, вот, дар знания одному дан, а другому дан мудрости, да. В чем разница? А в том, что, к примеру, человек ученый, это человек, который обладает огромными знаниями, но в то же время он не знает, вот мудрости в нем нет, он не может различить, что есть хорошо, что есть лучше, что есть хорошо, что есть плохо. То есть он как бы не имеет вот этого понимания жизни, потому что мудрость это понимание жизни. И вот здесь вот нужно человеку и спросить вот этой мудрости, а как себя повести? Конечно, если супруги начнут где-то проявлять смирение друг перед другом, то это, в принципе, близкий путь к тому, что они друг друга рано и поздно начнут понимать. Самое главное, не доказывать эмоционально друг другу ничего, не оскорбить, не обидеть друг друга. Потому что если только начинается обида, оскорбление, уже сразу здесь, понимаете, и здесь все падает. Человек не слышит, он не видит. У него только кровью глаза наливаются, и все, шторки падают. Понимаете, вот здесь очень важно понять. Мы можем только услышать тогда друг друга, когда мы уважаем друг друга. Вот почему со вниманием мы слушаем человека, которого мы уважаем? Думаю, вот хорошо, правильно сказал, правильно сказал. А если мы человеку пристрастно относимся, мы не будем даже если он правильно что-то говорит. И поэтому здесь я считаю, что возможно реанимировать семью всегда. И это должно происходить постоянно. Мы должны постоянно понимать, что мы люди несовершенные. Мы постоянно должны пересматривать свои отношения, ревизию должны свои жизни делать. Как мы говорили о раннем Пушкине и позднем Пушкине, понимаете? Вот Иоанн Златоуст, он пересматривал свою, понимаете, несмотря на то, что он был человеком благочестивым, чистым. Пересматривал свою жизнь. И мы должны пересматривать постоянно. Мы не можем всего знать, всего понимать. Вот иногда идут к хорошим монахам за советом. И они абсолютно беспомощны в вопросах семьи. Абсолютно беспомощны. Святой монах, вот говорит, вот я поехала, там батюшка Ильи такой в монастыре есть, там в Оптиной пустыне, понимаете? Ну хороший монах, но это же не значит, что он хороший семейник. У нас, понимаете, вот есть еще такая слабость к тому, что если мы думаем, что человек свят, чист, то он рассудителен. Он сразу решает все вопросы. Нет, все люди заблуждениями, люди все немощны, слабые. Поэтому нужно знать, понимаете, к кому еще обращаться, тоже вопрос. Насколько в нем, понимаете, нормальная семейная жизнь и так далее. Поэтому, конечно, мы называем это танец на граблях, вот, когда у нас опять раз и опять снег. Просто всегда нужно делать выводы. Вот если что-то у нас не складывается, нужно вот эту ситуацию, вот уже, знаете, предупредить. Вот нельзя ее повторять. Иначе это будет, понимаете, история без конца, понимаете, и край. Вот мы не должны наступать на одни и те же грабли. Должны быть очень сдержанными, рассудительными. Я еще раз хочу подчеркнуть, универсальный совет для всех – это сдержанность. Кто промолчит, кто сдержится, уверен, победа на стороне, понимаете, этих людей. Очень важно не конфликтовать, не доказать. Лучше спокойно, потом в здоровой атмосфере любви, доверительности потом объяснить. Но мы же не хотим, мы хотим побыстрее. Вынь да положим. Еще какие вопросы? Вы знаете, дело в том, что, понимаете, вот есть надписи, которые есть в соборе, а есть надписи, понимаете, вот там, в начале храма, да? А есть надписи, которые вот здесь лежат в Евангелии. Знаете, на престоле Евангелие лежит. И вот когда говорится в этой надписи, что мы должны быть терпимы друг к другу, понимаете, мы должны, понимаете, не осуждать, вот как я знаю, бывает, Господи, человек зашел в этих брюках, но не заметил эту надпись, он зашел весь, понимаете, может быть, девушка в слезах зашла, вообще просто она ничего не видит, понимаете? И она в брюках зашла, и тут начинает ее раскручивать, понимаете, и дергать ее и так далее. Вот, понимаете? Женская, сейчас брюки, брюки стали женской одеждой, понимаете? Мы должны уже с этим смириться. Мы не должны, понимаете, считать брюки мужской одеждой. Ведь, понимаете, когда женщина одевает брюки, сегодня современная женщина одевает брюки, то разве она одевает всегда мужские брюки? Да, понимаете, женский фасон брюк. Это мужчина никогда не оденет эти брюки. Это женские брюки, это женская одежда. Но, понимаете, но есть и, простите меня, юбки, знаете, вот длинная юбка, смотри, какая, понимаете, все, вот, и вот такой же длинный разрез. И что мы скажем, понимаете? Или, понимаете, есть вот такая, понимаете, вот юбка длинная, понимаете, что вот все генаталии сверху, простите, понимаете? И вот есть брюки, которые достаточно скромно, понимаете, на человека смотрятся. Мы должны подходить, понимаете, не вот это по букве. Мы должны подходить по разуму, прежде всего. Конечно, если она заходит, понимаете, там все сверху, И, понимаете, видно, какое у нее нижнее белье под юбкой или там, понимаете, под этими брюками. Это совершенно понятно. Просто нужно сказать, знаешь, милая, ты просто вот набрось, пожалуйста, вот. Ну, а если она вошла в нормальном, понимаете, ну, пусть брюки, но там какое-то, понимаете, полупальто или что закрывает. Ну, разные же бывают, понимаете. Женщины по-разному заходят и говорят, батюшка, вот у меня там то ноги больные, то еще что-то там, понимаете. То есть, бывает очень много моментов, понимаете. Мы, слава Богу, в символ веры не занесли, понимаете, веруем в женскую и мужскую одежду. Вот, слава Богу, у нас этого нет. Мы веруем в единую святую, понимаете, троицу. В церковь святую веруют. Это так. Поэтому вот эти тонкости, еще раз говорю, церковь, понимаете, не должна, понимаете, руководствоваться канонами, а церковь каноны должна, понимаете, она должна ими управлять. Иначе, если будут какие-то, понимаете, отдельные нормы, руководить людьми. Помните, Спаситель однажды высказал эту формулу. Он сказал, суббота ради человека или человек ради субботы? Кто? Для кого? Человек ради субботы? Суббота ради человека. Почему? Потому что, когда заходили люди, горбатые такие и кровоточивые и так далее, то что Господь сказал? Так, подождите до следующего, так сказать, момента. Когда вот уже кровотечение прекратится, я тогда вас приму. Разве так было? Он сказал, похвалил. И всех исцелял. И что, бесило фарисеев и садукеев? Что он в субботу это делал? Он говорит, а разве вот что мы должны делать в субботу? Добро или зло творите? Если у вас какая-нибудь скотина малая даже пойдет в яму, что вы сделаете? Или, может быть, вы не будете напаять животных своих, оставить и пойдете в службу служить? А нет, сейчас не только скотину, значит, жена не будет кормить. Она, понимаете, и своих домашних забудет, потому что она же пошла, понимаете, молитва. Молитва. И забыла, понимаете, и кофе, так сказать, мужу своему дать. Понимаете, нет, ты должен поститься. Как я, великопостница великая. И он говорит, вот ты у меня ненормальная стала, вот такие и ваши там, значит, все. Понимаете? Потому что к этому нужно прийти, понимаете? Вот к этому. Это внутренне. Почему и говорит, Господь, видя тайное Твое. Помните, в этом Евангелии мы читали, воскресном. Господь, видя тайны, воздаст тебе яви, постящийся тайна. Не помрачайте лица свои, я полицемеры. И все такое. Поэтому вот давайте будем спокойны очень. Самое главное, мы должны помнить, мы пришли к Богу, чтобы Господь принял нас. И не будем никому ничего говорить, ни штаны, понимаете, ни юбки. Понимаете? Пусть Бог разберется в этом. И есть пастырь для этого. А то я помню, когда мать Неонила наша. Это ж, понимаете, вот вы ж знаете просто все ее. Поэтому это притчевоязыцы у нас, так сказать, в Керчи. Я помню, как-то приехал в Грецию Парнас. Нет, не Парнас, а там в горах такой монастырь Святого Креста. И мы уже как бы отслужили литургию. И тут подходит диакон и говорит, а откуда вы будете? Ну, я говорю, что вот я из Керчи приехал. Говорит, о, а как там матушка Неонила? Браво, браво. Вот, да, вот. Спасибо, Господи, вот. Я не буду им казать, то я на том усилите буду отвечать. Так, вот видите, какая. Вот взял человек на себя, понимаете, не вовремя, не кстати, такие обязанности. А уже исправиться не может, понимаете. Вот, а обязанности еще лежат, понимаете, на человеке. Ну, конечно, ну, Господи, ну, нельзя, понимаете. Ну, вот говорит, ну, пришла одна женщина, ну, прости, Господи, понимаете. Говорит, ну, платок мне дали, говорит, а я, говорит, вши, понимаете, подхватила. Педикулез, понимаете. В церкви. От этих платков, которые, понимаете, так. Не, ну, как это так, ну, понимаете, ну, что это такое? Не, ну, я вам говорю, ну, это серьезно. Так оно же там, понимаете, лежит. Вы видели, как там где-то при монастырях или где вот, как лежит вот этими кучами, понимаете. Платки, там, какие-то опоясания. А матушка Неонила, она вообще делала очень такие, понимаете. Но она думала, что на меня обижаться не будет, потому что она считает, что это все правильно. Поэтому я, как бы, в данном случае, вот, как бы, поэтому мы с ней говорили на эту тему много раз. Я же был настоятелем в свое время этого собора. А она, вот, я говорю, матушка Неонила, так вы же понимаете, Евангелие, там, Любовь и так далее. Слухай меня, слухай меня, слухай меня, я тебе все слышал. Слухай меня. Так что мы с ней, так сказать, на эту тему достаточно долго общались. Вот. И, конечно, к согласию, к сожалению, мы не пришли с ней. Вот. Много апостолет, которые пройдены, не приедя в церковь, из-за вот такого. Да, многие... Много лет просто пропущено. Это был, собственно, пример. И матушка Неонима, как бы, я вспоминаю, с сожалением, не поеду. Не, ну да, это, понимаете, это как бы, я помню, и мне приходилось просто отвечать как настоятелю, потому что я как настоятель был обязан отвечать. Я помню, когда-то это прошло и в газету, понимаете, и все такое, а что там творится такое. Не надо, человек к Богу пришел, понимаете, он не к нам в гости пришел. Мы должны понять, очень хорошо. Ну, Бог, дом Божий, как мы называем? Это же, понимаете, не дом настоятеля, не дом, понимаете, кого-либо из нас. Это наш общий дом, дом нашего Отца. Мы пришли к Богу, все. И слава Богу. Кто совесть, скажет? Конечно. Человек начнет, он раз, придет второй раз, третий раз. И все, потом Господь все управит. И его, понимаете, ведь каждый из нас приходил, я многие даже помню, понимаете. И такие, понимаете, губы накрашены до ушей были. Все, понимаете, было. И может быть не раздувать. Понимаете, а потом все, вот, человек раз и, понимаете, все это постирал. Но опять-таки, ну это тоже отдельная тема, косметика. Опять-таки, тоже не надо так, понимаете, говорить. Вот, все, вот это уже, там они погибнут, понимаете. Будут гореть вокруг. Если обидели, допустим, вот таким образом. Ну, девушка ушла. И не дальше. Ну, это ее, конечно, тоже проблема, этой девушки, потому что Москва слезам не верит, понимаете. Тут как бы нужно на обиженных, нужно быть сильным человеком, понимаете. Вот. Это, понимаешь, через годы. Ну, я понимаю, конечно. Конечно, мы не должны одним словом обижать. Мы не должны обижать. А тот, кто обиделся, пусть не обижается, понимаете. Потому что все мы люди. Потому что обижают не только в церкви, обижают и в суде, обижают и в горысполкоме, обижают и в магазине, на базаре. Везде обижают. Все мы люди. Но если нас обидели на базаре, мы, значит, не будем ходить на рынок? Не, ну это же, знаете, батюшка, а кушать-то что? Понимаете? Так и в храм Божий, понимаете. Не надо обижаться. Ну, спасибо, Господь, за внимание. Что-что? Что-что? Обиженному что? Ну, мужу, мужу. Что-что к обиженному мужу. Да, все, вот к обиженному мужу, да. Спасибо, Господь. До свидания.